Привет-привет, с вами Астром и вы на канале Анисанрайз, и несмотря на то, что я ужасно сонный, мы отправляемся на следующее наше задание, которое называется Крысоловка. Итак, уничтожьте 5 агрохвостов в руинах химического завода. Биться с несколькими врагами сразу опасно, убивайте их по одному. Против агрохвостов работают режущие и пронзающие атаки в ближнем бою и любое огнестрельное оружие. Так, ну, в этом бою я попробую использовать клинок короткий, который здесь называется Нож в русской локализации. Мне просто интересно посмотреть, что же это такое. Я с ним как-то особо против врагами не воевал. Так, давайте посмотрим, что же это у нас такое. По идее, оно должно быть с очень быстрыми атаками. Да, так и есть. И учитывая то, что у нас быстрый щит, и я думаю, с таким вот коротким тэнком нам будет довольно комфортно играть. Осталось посмотреть, какой же урон оно все-таки будет наносить. Может оказаться так, что никакого урона и фактически не будет. Да, и автомат наш тоже изменился, он потерпел кое-какие изменения. И урона теперь он должен наносить куда больше. Так, давайте посмотрим, как у нас это дело работает. Так, ну, да, все. Я пока буду бегать с этим, с коротким пинком, потому что мне это дело понравилось. Я не могу понять, почему я на PSP бегал с клеймором, хотя это оружие очень-очень такое тугое, и один удар наносился очень-очень долго. Довольно странно. На меня это совершенно не похоже. Так, и два агрохвоста, да, у нас осталось. С этим мы тоже должны справиться очень быстро, и отправимся сразу же на следующее задание. Экипировку я менять не буду. Также мы пойдем с коротким клинком. И будем дальше обкатывать вот этот автомат. Так, отлично, пока урон меня радует, который он наносит. И скорость атаки с коротким клинком меня тоже очень радует. В общем, попробуем развивать вот это направление нашего снаряжения. Может быть, из этого выйдет что-то толковое, и я стану настоящим пожирателем богов. А Хибари у нас все волнуется, ее очень волнует, то помогла она нам или нет. Но на самом деле она нам очень сильно помогает. Она предоставляет очень такую подробную информацию об арагаме. И о том, что нас ждет на заданиях. Правда, один раз она меня в заблуждение все же ввела, когда сказала, что там два чаев обнаружено. А на самом деле там был только один чаев. Так, справились на отлично, и мы изучили новый стиль хищника. Так, после шага. Хорошо, проверим. Так, и у нас... Да ладно! Это Ваджера! Добрался сюда! Нужно его уничтожить. Тщательно все обдумайте, прежде чем браться за это задание. И у нас третья сложность. Открыто. Луна в небесах. В старом городе заметили Ваджеру. Уничтожьте его, пока не появились другие рогами. Он быстро двигается и атакует электричеством. Поэтому на задание не рекомендуется брать искристое оружие. Так, ну к такому меня жизнь не готовила. Так, департамент разработки, новая одежда. Понятно. Так. Атаки электричеством. Электричеством, значит нам... Нужен подходящий щит. Ну, хотя оставим вот этот щит Ян. А вроде бы он нам подходит. Ну что ж. Поехали! Встретимся с Ваджерой. Пришло время вспоминать былые муки на PSP. Там просто многие часы страданий. Так, понятно. Значит сначала мы по возможности вырежем мелких рогами. А затем вернемся к Ваджере. Потому что в любом случае Ваджера может отступить куда-нибудь вот сюда. И вот эти коконы будут нам очень сильно мешать. Поэтому сразу же с них мы начнем. Так, ну агрохвосты умирали вроде бы как быстрее. Чем кокона. Блин, как бы и хочется их расстрелять. Но с другой стороны не хочется тратить очки Оракула. Которые нам пригодят во сражении с Ваджерой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, понятно. Пришел Ваджера. Пусть ребята тогда с ним разбираются. А мы пока разберемся с коконом. Как же я Ваджеру ненавижу. И те же у него постоянно непредсказуемые атаки. Он просто творит все, что ему захочется. Ну ладно, не для того я не один час провел на доп-заданиях. Чтобы проиграть в Ваджере. На самом деле я очень долго потратил. Очень много времени потратил на улучшение экипировки. На прохождение дополнительных заданий. И сейчас нужно доказать, что это было не зря. Нужно попытаться без смертей победить Ваджеру. А, так, ну-ка. Новый тип пожирания мы же изучили. Ну-ка. Ага, вот как он у нас работает. Все равно мы по лицу получаем. Так, здесь без предметов я даже пытаться не буду. А здесь в любом случае нужно использовать предметы. Какой же он огромный. Не знаю, к такому меня жизнь не готовила. Так, так, так. Главное, чтобы Сакуя не забывала свои основные обязанности. То есть подкидывать нас. Но я думаю, на нее только надеяться не стоит. Блин, ну урон не особо-то и высокий, но... Довольно высокий ДПФ с этим тенком. А вот разовый урон совершенно маленький. Давай уже, иди сюда. Да, Ваджер это уже... Настоящий серьезный противник. На котором можно изогнуться ненароком. Так, пока что мы даже в бегство его не обратили. Или вот, это был тот самый момент. Когда он пытался отступить. Так, поехали, поехали, поехали. Блин, как же опасно. Так, ну пока никто не отвалился. И это не может не радовать. Хотя я могу стать первым. А кто это сделает? Вот просто довольно сложно кайтить его атаки, потому что очень сложно предсказать, предугадать, что же он будет делать в данный момент. Я даже не знаю, получается у нас что-нибудь или нет. Но на PSP у меня этот бой занял около 30 минут. Опять же, из-за проблем с камерой. Если здесь будет то же самое, то это будет очень-очень печально. Я надеялся на довольно быструю победу за счет того, что управление здесь адекватное. Так, понятно, понятно, понятно. Ну, он даже не пытается куда-то отступать, как другие рогами. Он ведет себя по-другому. Или мы ему просто уровень ХП еще не опустили до того уровня, когда он должен убегать. Тогда все это вообще печально. Тут уже прошло 7 минут. А я не вижу, чтобы он прям куда-то убегал. Как же все это печально-то. Ну, давай, ты хотя бы убегай куда-нибудь, чтобы я понял, что скоро все закончится. Когда этого не происходит, мне правда не по себе. Тогда я просто не могу понять, есть ли вообще какой-то толк в моих атаках. Или все это как в клону дробина. Но урон огнем явно выше, чем урон с вот этого вот клинка. А тем временем мы уже 8 минут пытаемся победить Ваджару. Вот, 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 вот. Все, Ваджар первый раз за 8 минут попытался куда-то отступить. И это наводит на мысль, что, возможно, скоро у нас что-нибудь получится ему сделать. Блин, неудачно мы его заперли вот в этом замкнутом помещении. Здесь и убегать-то от его особо некуда. И к тому же у меня заканчиваются таблетки. Что тоже очень печалит. А 9 минут у нас ушло на Ваджару. Не то, чтобы это прям уже очень долго, но я ожидал намного меньшего. Я думал, хотя бы мы за 4-5 минут его сможем победить, но нет. А все-таки наш отряд еще не настолько крут. Но мне короткий клинок понравился. Какое-то время я определенно буду бегать с ним. Если будут попадаться враги с подходящими стихиями. Ну и сейчас мы получим какой-нибудь очень печальный ранг. Ну да. Другого и не ожидалось. Не знаю. Что-то здесь не так. Что-то не так? Я... Нет, все в порядке. Прошу прощения. С флангов все чисто, капитан. С тыла тоже. Хорошо. Тогда продолжим. Что? И вы здесь? Да это же Линда! Что вы здесь делаете? Что? Тут какая-то ошибка. Они отправили две команды в одну и ту же зону. Давайте подумаем об этом позже. Выполним задание и назад. Мы с Алисой осмотрим церковь, а вы оставайтесь снаружи, ясно? назад. Прикрой меня! Папочка! Нет! Мамочка, прошу, не ешь их! Алиса, в чем дело? Молодец! Борись, Алиса, будь сильнее! ты сможешь! Это тебе поможет, Алиса, когда будешь спускать курок, повторяй! Один, два, три! Один, два, три! Молодец! Запомни эти слова хорошенько, они защитят тебя и помогут стать сильной! Один, два, три! Это твои враги, а рогами, из-за которых ты страдаешь, Алиса, они умеют только охотиться и убивать! Когда вокруг творится бедлам, посмотри на небо и найди облако, похожее на животного! Нет, хватит, перестань! Алиса, что ты наделала? Нет, это неправильно! Мамочка, папочка, я не хотела, простите меня! Плохи дела, в пидачу мы окружены, черт тебя зери, скорее! Хватай Алису и быстро в логово, слышите? Линда, мы... Просто делай, как я говорю, бери Алису и уходите в логово! Сакуя, выведи новичков! Сома, проложи им путь к отступлению! Папочка, мамочка, я не хотела! Я не хотела! Скорее, Линда, давай с нами! Я бы рад, но сначала хочу преподать урок этим тварям. Обещай, что сбережешь мой пивной паёк. Я останусь с тобой и буду драться! Сакуя, это приказ! Доставь всех на базу живыми! Защити их! Нет! Я тебя не брошу! Быстрее, бежим! Ещё немного и нам всем крышка! Я не пойду, Линда! Кажется, ушли. Можно мне хоть дыхание перевести? Не уверен, как долго ещё смогу протянуть. Ну что ж, ребят, а на вот этой печальной ноте мы заканчиваем эту серию. Всем спасибо за просмотр. Пока! КАРС겨, бежит! Бежит! Субтитры knitught и convinced на рубрє! Продолжение следует...